Уже год казахстанцы живут по правилам карантина. Информация от Минздрава у заболевших словно сводки с поля боя. Вирус распространяется волнообразно. Казалось бы, еще вчера регион был в зеленой зоне, а сегодня уже в красной. Чувствуют ли граждане себя в безопасности? Считают ли ограничения необходимыми мерами? Мнение людей узнавал Нургали Карабаев. Уже год, как Казахстан живет в условиях пандемии. За это время в стране не раз вводили карантин. Людей заставляли носить маски, использовать антисептики, соблюдать дистанцию. В какой-то момент у людей даже появился страх заразиться. Нервы сдавали. Но постепенно люди расслабились, потому что все время жить в напряжении невозможно. И сегодня маски в основном носят для того, чтобы зайти в помещение. Мы попробуем узнать, насколько в безопасности себя чувствуют наши граждане. Насколько в безопасности вы себя чувствуете вне дома из-за распространения коронавируса? Полностью чувствую себя нормально, так же. Чувствую себя на 70% безопасности. Думаю, надо будет соблюдать масочный режим. Ну, в автобусах не слишком безопасности чувствуют, так как многие снимают маски, приоткрывают носы и не соблюдают меры предосторожности. А в таких вот открытых местах более-менее свободно, так как дистанция соблюдается. Но дистанцию соблюдает не везде и не всегда. И это одна из причин распространения коронавируса. Вот что алматинцы ответили на вопрос о том, почему растет число заразившихся. Не защищаются, наверное, как-то. Как попало, наверное, относятся. Несерьезно к этому относятся, может быть. Люди, да? Да. Мне кажется, увеличивают статистику. Не может быть, что мы сначала в зеленой зоне, и сразу же мы в красную перешли. В тех же областях люди просто в это не верят. И, на мой взгляд, это влияет на ситуацию. Из-за того, что не занимаются люди физической культурой. Впрочем, казахстанцы поделились и своим мнением, как можно остановить распространение коронавируса. Ну, коронавируса, как остановишься? Это государство уже передумали. Откуда знаю это? Торта тоже не. Он не стоит, но не стоит. Он не стоит. Убрать эту коррупцию. Я думаю, что надо усилить меры. Опрошенные нами граждане не все поддерживают карантинные ограничения, потому что опасаются остаться без работы, но и прививаться не спешат. Многие считают, что им это не пригодится, так как надеются на свое здоровье. Нургали Карабаев, Ренат Абулхаиров, Информбюро, Алматы. Прямые эфиры, репортажи с места событий, аналитика, журналистские расследования. Все то, что важно и нужно знать. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии и непременно жмите на колокольчик. Информбюро. Когда нужна честная информация.